Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок чтения в четвертом классе. А тему урока вы узнаете, когда отгадаете загадки. Океан бездонный, океан бескрайний, безвоздушный, темный и необычайный. В нем живет вселенная, звезды и кометы. Есть и обитаемые, может быть, планеты. Угадали, ребята? Молодцы! Это космос. Отгадайте следующую загадку. Самый первый в космосе летел с огромной скоростью. Отважный русский парень, наш космонавт Гагарин. Итак, надеюсь, вы правильно отгадали нашу тему урока. Сегодня мы с вами познакомимся с первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным и прочитаем статью о нем. С давних времен звездное небо притягивало людей. Им хотело заглянуть ввысь и узнать, что же там на небе. Прошло очень много времени, и люди стали летать на самолетах, на ракетах. Они смогли доказать, что Земля круглая, и она вращается вокруг Солнца. И 4 октября 1957 года был произведен запуск первого искусственного спутника Земли. А второй искусственный спутник стартовал буквально через месяц. И в этом спутнике в космос полетела первая маленькая пассажирка. Это была собака Плайка. Затем в космос летали еще две собаки. Это Белка и Стрелка. Но они уже полетели в 1960 году. После этого все заговорили о важном полете, о возможном полете человека в космос. И 12 апреля 1961 года осуществилась мечта человечества. Человек полетел в космос. И этим первым космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин. Он с детства мечтал стать летчиком. Он окончил школу с отличием. Поступил в аэроклуб. Все, к чему он стремился, сбывалось. Надеюсь, у вас, ребята, сбудутся все ваши мечты, если приложить к этому большие старания и огромный труд. Юрий Алексеевич Гагарин посетил и Узбекистан. Он рассказывал людям о своем полете, о том, как красива наша планета Земля, о том, как нужно ее беречь. А сейчас, ребята, я хочу вам предложить несколько вариантов синквейна. Это прием технологии развития критического мышления, который позволяет в нескольких словах изложить тему урока. Например, тема наша будет, конечно же, космос. В первой строке мы назовем существительное. Во второй строке два прилагательных. А в третьей строке три глагола. Но четвертая строка будет. Это ваше отношение к данной теме. Итак, Юрий Гагарин, советский знаменитый, полетел, прославился, погиб. Первый человек, полетевший в космос. Герой. Космонавт. Космический, незабываемый полет. Летать, приземление, изучать. Я хочу быть космонавтом. Космос. Космос вечный, необузданный, безумствует, страшит, манит. Космос – это неизмеримость пространства. Тайна. Прочитайте, пожалуйста, статью на странице 168-170. И домашним заданием вам будет пересказать этот близко к тексту. Составьте синквейн на тему космонавт и ответьте на вопросы учебника. Спасибо, ребята. Урок окончен.